Сегодня у нас 9 апреля, ко мне обратились жители по адресу Засопочного 18, это район Зенитки, я здесь тоже проживаю, но я являюсь помощником депутата законодательного собрания Забайкальского края, Курбата Владимир Васильевич. И вот я пришел разобраться с ситуацией по вывозу мусора со стороны Альерон Плюс. Вот мы встретились с хозяйкой, она сейчас все расскажет по-тругому. Какие у вас проблемы произошли? Мусор у нас вывозит 4-го числа, то есть 3-го числа мы собрали мусор, как полагается, выставили его, получается, 4-го числа мусор нас никто не забрал. Позвонили, получается, 5-го числа в Альерон, составили претензию, перезвонили с Альерона и сказали нам, что бытовой мусор они вывозят, но листья, получается, они не вывозят. То есть сегодня утром просыпаемся, собаки весь мусор у нас растаскали. Где здесь листья? Ну, они пошли с ними, ну, смотри, здесь листья подошли, это полностью бытовой отход, вот, полностью бытовой отход. Ну, и опять же возникает вопрос о Альероне Плюс. Ну, куда же девать влажные листья и все остальное? Сжигать на территории придонолоза запрещено и все остальное, что с ним делать с этим мусором? И опять же возникает вопрос о том, и вам ответили, что они не будут вывозить листья. Получается, они что, подъезжали, каждый мешок развязывали, смотрели, есть там листья или нет? Мы не знаем, то есть у нас вот у соседей напротив стояли черные большие мешки. Их убрали, 4-го числа их уже не было. Наш мусор так стоял, так он и стоял. То есть сегодня мы выходим и заново этот мусор собираем. Потому что все собаки, которые здесь есть, вокруг бегают, а их тут немало, они все это разодрали. То есть это уже, получается, по улице разнеслось. Еще расскажите. У нас в огороде, то есть эти все пакеты тоже как бы обратно, которые пакетики, видимо, мусором, как ветром, раздуло, и все, они там. То есть нам заново сейчас приходится убирать. Для чего мы платим деньги? Если мы можем это все сами, сами, сами. Вот у меня возникает вопрос к управляющей компанией Лерон Голосов. Как вы подразделяете этот мусор? Что людям-то остается делать с листьями, с палками, со всем остальным, если по законодательству на сегодняшний день запрещено это все утилизировать, сжигать и в домашних узелах. Я надеюсь, что вот это видео обращение дойдет до нужных людей и разберутся с этой ситуацией. Ваши, по-моему, некоторые можете подвигать для связи, чтобы с вами могли связаться. Все слышали? Да пусть слышали. 8-924-274-77-36 Вот номер телефона, хозяйки, свяжитесь, пожалуйста, Лерон Плюс, глава железнодорожного района, ну и все остальные.